приветствую всех в этом ролике будет краткий обзор функционала нашей предложки запускаем бота и попадаем в такое меню здесь можно перейти в чат с поддержкой если у вас вдруг возникли какие-то вопросы приобрести подписку о плюсах которые мы поговорим чуть позже и вкладка с нашими ботами переходим в нее и видим что у меня здесь пусто давайте сразу создадим нового бота делается это буквально пару кликов переходим в бот фадер и здесь нажимаем старт кликаем new бот и давайте выберем имя для бота в моем случае это будет просто случайный набор символов и теперь нужно придумать никнейм тот который будет после собачки в моем случае это опять же случайный набор символов но не забывайте что он должен заканчиваться на бот получаем наш токен возвращаемся в бота ждем пока бот все верифицирует нажимаем ok и в главном меню у нас появляется только что созданный но и бот переходим в него нажимаем старт и перед нами открывается вот такая вот небольшая админ панель вы всегда можете посмотреть подробно описание всех команд нажав на кнопку помощь ну в общем то давайте сейчас сразу тогда буду показывать как это выглядит на практике итак со второго аккаунта я нашел своего бота захожу сюда нажимаю старт и вижу вот такое приветственное сообщение давайте попробуем тебе что-нибудь написать и сразу же я как администратор получаю вот такое сообщение здесь мы видим подпись отправителя и пять кнопок первая кнопка это блокировка пользователя вторая удаляет все сообщения от конкретного пользователя кнопка с корзиной удаляет конкретно это сообщение кнопка с конвертом для публикации сообщений ваш канал ну и последняя кнопка для перехода в диалог с пользователем не всегда она будет работать потому что у некоторых пользователей нет никнейма но вы всегда можете ответить простым реплаем то есть буквально выбирайте здесь ответить пишите какой-то свой текст и как мы видим отправитель сообщения получил наш ответ что же давайте попробуем теперь удалить все успешно удалилась или давайте попробуем еще заблокировать кстати важный нюанс когда вы блокируете пользователя под удалять сразу все сообщения от него нажимаем здесь пробуем что-нибудь отправить и видим что на заблокировали ничего написать не получится чтобы достать пользователей черного списка достаточно нажать на кнопочку баналист и кликнуть на никнейм этого пользователя попробуем еще что-нибудь написать и как на меня все успешно отправляется вот эта кнопка как я уже сказал удаляет все сообщения от конкретного пользователя кнопка с корзину удаляет только одно конкретное сообщение давайте попробуем публиковать что нибудь в канал видим сообщение что публикация сейчас недоступна чтобы это исправить нужно добавить бота администратором в свой канал для этого я создал отдельный канал чтобы добавить сюда пользователя можно же на эту кнопку либо же в самом боте здесь вот будет кнопочка добавить в группу или канал да но к сожалению добавить канул и не могу но по крайней мере раньше такая возможность была давайте тогда добавим бота через это меню вот как видите я ввел здесь ссылку на своего бота и теперь осталось лишь нажать на кнопочку добавить telegram предупреждает нас что бот может быть добавлен только в качестве администратора соглашаемся сохраняем и видим сообщение о том что все успешно и точно так же вот нам сообщать что теперь этот канал доступен нам для публикации давайте попробуем в него опубликовать и как мы видим сообщение было успешно опубликовано давайте вам теперь покажу какие доступны настройки да кстати с помощью этой кнопки можно бота удалить с помощью этой поставить на паузу настройки соответственно на шестеренке и первое что мы можем здесь сделать это отключить подписи в постах те самые которые вот здесь внизу которые подписывают никнейм отправителя давайте попробуем отключить отправить какое-нибудь новое сообщение разумеется вы как администратор всегда будете видеть кто отправил сообщение ну чтобы было просто понятно кого надо банить от кого сообщение удалять от кого не надо но если мы опубликуем это сообщение в канал то здесь она уже будет без подписи в общем то на этом бесплатный функционал заканчивается я думаю что все базовые функции предложки здесь есть и давайте теперь перейдем к фишкам платной подписки во первых разумеется платная подписка удаляет всю рекламу потому что впоследствии здесь вместо такого благодарственного сообщения будет реклама точно также будет реклама посредством рассылки то есть если пользователи не заблокируют бота нажатием вот на эту кнопку то ему будет приходить рассылка с рекламой соответственно если вы не хотите чтобы ваши подписчики видели рекламу то поддержите нас рублем оформите подписку и никакой рекламой не будет следующая фишка которая доступна тем кто приобрел платную подписку это совместное управление так давайте сейчас приобрету подписку так теперь подписка активно на весь следующий год и давайте смотреть совместное управление значит мы можем добавить какого-то пользователя который будет иметь к боту такой же доступ как создатель администратора то есть нажимаем на кнопку добавить администратора получаем вот такую вот одноразовую ссылку пригласительную вам нужно будет отправить ее другу ну я себе в избранное просто сохраню переходим и в общем то вне зависимости от того пользовался ли до этого человек предложкой или не пользовался у него любом случае появится здесь вот такая вот кнопочка старт давайте на нее нажму перейду в меню ваши боты и здесь мы видим что вот который я только что создал теперь доступен и новому пользователю соответственно если я в него теперь перейду и пропишу команду старт то передо мной откроется точно такая же панель отправление так давайте теперь с другого аккаунта что-нибудь напишу в предложку и как мы видим оба администратора получили сообщение так давайте здесь все удалим и как вы уже заметили изменения которые вносит один администратор они применяются и для всех остальных то есть еще раз давайте я напишу какое-нибудь сообщение уже с этого аккаунта удаляю его и это сообщение удаляется для всех то есть второстепенный администратор который как бы не является создателем точно так же может управлять лентой вашей предложки но все же в правах он урезан потому что он не может ставить бота на паузу не может удалять бота не может настраивать бота то есть доступ к этим функциям имеет только создатель в то время как второстепенный администратор может лишь управлять лентой самой предложки чтобы снять пользователя с должности администратора переходим в настройки совместное управление и здесь просто кликаем на никнейм человека который не должен больше быть администратором если здесь теперь заново пропишу старт то уже получу такое сообщение и если нажму на какую-либо из этих кнопок то это будет воспринято как сообщение предложку и еще одна интересная фишка которую я хотела показать это автоматическое оформление постов наверняка вы знакомы с этим мемом вообще на самом деле популярен и популярная фишка когда владельцы телеграм-каналов снизу оставляют ссылку чтобы если кто-то пересылал пост из этого канала чтобы сразу было видно как бы первоисточник и если у вас есть платная подписка то вы можете то же самое сделать это будет автоматизировано вы можете точно также добавить свою ссылку ну в моем случае давайте я скопирую ссылку на ботан отформатирую теперь это сообщение ну а здесь пускай будет прислана через через предложку можно добавить какой-нибудь смайлик без разницы и как мы видим у нас теперь установилась новая подпись мы ее можем в любой момент удалить и давай теперь попробуем опубликовать какое-нибудь сообщение в канал ну пускай будет тоже это публикуем здесь получаем сообщение о том что наш пост был опубликован здесь же мы видим что форматирование сработало и даже несмотря на то что здесь как бы есть подпись но нету ссылки в канале мы видим что подписи нет то есть не видно кто прислал это сообщение но зато видно ссылку которую мы добавили через форматирование ну что ж в общем то на этом наверное все если у вас остались какие то вопросы пишите в поддержку эта кнопка перекидывает вас в личный диалог не в какого-то бота как это у некоторых реализовано можете задавать любые вопросы на этом все пока